Здравствуйте, это 100 вопросов об ICO за одну минуту с Владимиром Поповым. Владимир, зачем сжигают токены после ICO или в других случаях? Это то, о чем мы как раз говорили. Если вы создаете так называемую, опять же, условно-дефляционную модель, при которой хотите, чтобы у вас количество токенов постоянно ограничивалось, а цена, соответственно, на них в определенный период времени, как правило, в средней или долгосрочной перспективе возрастала, необходимо сжигать количество токенов. Это, в общем-то, нормальный экономический закон, который говорит о том, что если у нас есть ограниченное предложение и неограниченный спрос, то, скорее всего, цена будет возрастать, так как она возрастает, например, на золото, которое часто используют как инвестиционный инструмент для долгосрочного хранения. Другой вопрос, что для большинства, по крайней мере, мной проанализированных проектов, такая модель на самом деле является в долгосрочной перспективе неприемлемой. Почему? Потому что представьте себе, что у вас огромное количество пользователей, и первые из них заходили при цене токена в 1 доллар, а через несколько лет этот токен стал стоить 100, а внутри системы вы все считали на 1 доллар, и, в общем-то, ничего сильно в экономике вашей не поменялось. Я думаю, что, скорее всего, вот здесь пока у нас есть такая хайповая история, все хотят срубить бабла, как говорится, но при этом забывают о том, что их проект должен развиваться и развиваться долго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok